Это город С, меня зовут Инесса Панченко, здравствуйте. Согласно последнему опросу в ЦИОМ, больше всего россиян беспокоят уровень жизни и качество медицинских услуг и здравоохранения в целом. Последнее в числе главных проблем. Половина всех жалоб на медицину связана со снижением ее доступности, коммерциализации услуг, высоких цен на лекарства, нехватки специалистов на местах. А треть жалоб – это недовольство качеством лечения, низкая оценка профессионализма врачей и их отношение к пациентам. На эти темы, может быть, мы поговорим сегодня. У нас в студии Марина Седухина, депутат Самарской губернской думы, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике. Здравствуйте, Марина Геннадьевна. Добрый вечер. Мы работаем в эфире. Телефон прямого эфира 202-11-22. Вы хорошо его знаете. Звоните, пожалуйста, если у вас есть вопросы. Сможем поговорить еще острее, я надеюсь. Ну, если будут вопросы телезрителей, мы будем очень благодарны за это, для того, чтобы у нас получился живой, нормальный разговор. Марина Геннадьевна, комитет сложный, как мне кажется, у вас. Здесь и здравоохранение, здесь и демография, здесь и социальная политика. Такой достаточно широкий круг вопросов, которым занимается комитет. Это однозначно. И если вы не возражаете, я бы предложила сейчас все-таки начать с нашего будущего. Я в гостях, поэтому, конечно, не могу возразить вам, как ведущей. Тогда хотелось бы сначала поговорить о детях. Вот с 1 января вступил в силу закон об обеспечении права детей на отдых и оздоровление, а также об охране их жизни и здоровья. Ну, понятно, что появился, очевидно, он по горячим следам после трагедии прошлого лет, когда произошла она в Карелии. И уже просто нельзя было не обратить на это внимание. Так вот, ну, сам закон не новый, да? Это все-таки какое-то его рассмотрение? Нельзя сказать, что он новый или не новый. Он действительно, как законодательный акт, если говорить правовым языком, он, конечно, новый. Но он вносит изменения уже в действующие законодательные акты, такие, как Семейный кодекс, такие, как об организации отдыха и оздоровления. Но самое главное, что нужно сказать по этому закону, то, что четко определены, что такие организации для отдыха и оздоровления детей. То есть какие критерии, какие оценочные есть критерии для этих организаций и кто может заниматься отдыхом и оздоровлением детей. Это первое. Второе. Конечно, как вы сказали, что та трагедия, она не осталась бесследна. И поэтому, несомненно, одно из вариантов, не вариантов, вернее, а одно из мыслей для того, чтобы все четко определить, это было вот это принятие этого закона. То, что туризм, туристические маршруты. Ведь у нас бывает так, что родители очень доверительно относятся к организациям, которые не являются организациям для отдыха и оздоровления детей. И доверяют им самое дорогое – жизнь и здоровье своих детей. Они отправляются в туристические маршруты, не зная, где проложены эти маршруты, как заботятся об их безопасности. Поэтому вот этот законодательный акт, который мы очень рады, что он вступил с 1 января 2017 года, он четко определяет, какие требования для того, чтобы проложить эти туристические маршруты. Кто занимается, какие организации, какие специалисты и какие условия эти организации должны выполнить, чтобы дети пошли в туристический поход. Следующее. Это реестр организации, которая оказывает услуги по отдыху и оздоровлению детей. Мы очень горды, что в Самарском регионе уже вот в течение последних шести лет есть такой реестр учреждений для отдыха и оздоровления детей, который расположен на сайте, размещен, вернее, на сайте Министерства социально-демографической семейной политики. И каждый родитель в течение года может зайти на этот сайт и посмотреть условия содержания ребенка, какие услуги будут оказываться и в летний период, и в санаторный период, то есть я имею в виду круглогодичный. Теперь это четко закреплено в законодательном акте, что есть реестр учреждений, и чтобы попасть в этот реестр учреждений, они должны выполнить определенные условия. Это новшество в законодательном акте и, конечно, ответственность. Это очень важно, что учреждения отдыха и оздоровления должны определенные условия сохранять по ответственности. Поэтому, уважаемые родители, я думаю, что мы вместе с вами очень рады, что есть теперь такой закон, который регулирует услуги для наших детей. На самом деле здорово, потому что в нашей стране, ну, в принципе, это хорошо, есть широкое поле для занятия любым видом деятельности сегодня. То есть ты можешь чем угодно заняться, открыть садик, открыть... Отдых детей должен быть различным, разнообразен. Да, вопрос ответственности, вот это, наверное, самое основное было в этом законе. Однозначно. Самое-то, на наш взгляд, главное, что очень быстро этот закон был разработан, потому что говорили о нем уже в течение двух-трех лет. Но нас радует законодатели, что те законодатели, инициативы, которые идут от регионов, были быстро рассмотрены в профильном комитете. И я могу сказать, что здесь также инициатива одного из нашего депутата Государственной Думы, Колесниковой Надежды Борисовны. Мы комитетом проводили широкое обсуждение с профессиональным сообществом этого законодательного акта. И вот уже с 1 января этот закон вступил в силу. Еще хотелось бы поговорить о детях, пока мы еще начали как раз эту тему с вами. Будучи еще, работая еще в Министерстве социально-демографической и семейной политики, вы очень плотно занимались реализацией 481-го постановления. Ну, ни о чем, наверное, цифры не скажут телезрителям. Речь идет сейчас о том, что детские дома переводятся на семейные типы воспитания. Но я прежде всего хочу сказать, что вот Самара как-то всегда опережающими темпами шла в этом направлении. И на сегодняшний день можно сказать, что детских домов у нас нет. Вы абсолютно правы. Вообще детских домов нет на территории всей нашей страны. Потому что там ментальность, которая была, к сожалению, 5-10 лет тому назад, что существовали сиротские учреждения, они так и назывались, детские дома или дома ребенка, то теперь главная мысль, которая заложена в новый тип учреждений, это центр для детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, это семейный тип воспитания. Что у ребенка было, что он был лишен, то есть семьи, вот эти учреждения должны и дать ему, ну, скажем так, прототип семейного воспитания. Это очень важно было заложено в этом 481-м постановлении. Пусть телезрители простят, что мы апеллируем цифрами, но самая главная суть этого постановления. Марина Геннадьевна, ну, понятно, что мы немножечко лукавим, говоря о том, что детских домов больше не стало в России, это все равно сиротские учреждения, и как бы мы не хотели... Мы с вами даже не лукавимы, мы говорим о том, что их становится меньше учреждений для такой категории детей, потому что мы же не можем с вами не признать, что у нас растет и количество приемных семей, и профессионализм их растет, но вместе с тем, вы абсолютно правы, к сожалению, не уменьшается то количество детей, которое переходит в эту категорию. То есть здесь главная задача как раз для семей, чтобы они понимали, что главное в каждой семье – это ребенок. Но, тем не менее, вот этот переход на семейный тип воспитания, он начался у нас уже с октября, да? С сентября 2016 года. С сентября 2016 года, то есть уже второй год пошел практически работа над этим постановлением. А вот все-таки, по-вашему, главный результат того, что уже сделано, ну, очевидно, работа еще продолжается, и многое, наверное, нужно сделать. Ну, и само постановление подразумевает, чтобы не приостановиться. Здесь можно говорить первое. То, что все учреждения теперь у нас идут как бы по квартирному типу. Ну, конечно, мы понимаем, что там, где материально-техническая была возможность это сделать, но в основном все учреждения перешли, что у каждого ребенка. Теперь, во-первых, они не по возрастам. У нас же были группы в этих учреждениях. Чтобы телезрители понимали, мы будем называть, если детские дома до этого, они формировали детей по группам, по возрастам, то сейчас у нас разновозрастные группы. Или же, ну, скажем так, дети, которые живут в одной комнате, в одной квартире, где у них есть кухня, где у них есть санузел для восьми. То есть группа этих детей должна быть от шести до восьми человек. И самое-то главное, что разновозрастные. Потому что старшие дети должны, во-первых, ну, участвовать, скажем так, в воспитании младших детей, а младшие дети должны иметь пример старших детей. Это первое. Второе. Воспитатели не должны меняться. Ведь у нас идет смена воспитателей. То один воспитатель на группе, то другой воспитатель. То здесь как семейная мама. И очень важно, и это тоже большое направление работы, чтобы у нас не было сменяемость кадров, и чтобы кадры понимали, что вот они получают ребенка на входе в это учреждение и выпускают его одна и та же семейная мама. Потому что ребенок привыкает к этому взрослому человеку, и он становится для него, ну, как прототип родителей, скажем так. Следующее. И вот вы... Мне очень понравилась ваша фраза, что да, Самарский регион, он у нас, скажем так, впереди планеты всей. Здесь мне хочется сказать о таком виде наставничества. И важно, что это и правительство, и министерство этот вопрос, этот проект наставничества постоянно развивает и совершенствует. То есть наставничество над детьми данной категории. Когда есть взрослый человек, он приходит в это учреждение, он становится тем человеком, на которого ребенку хочется быть похожим. И такие примеры есть у нас в Сызрине, такие примеры у нас есть в Первом детском. Вот видите, все-таки еще говорю, это учреждение здесь, в Самаре. И сегодня мы можем назвать этих взрослых людей и Хугаев, мы можем назвать это и Старостин, и те люди, которые хотят отдать свое сердце детям. Марина Геннадьевна, ну и может быть, чтобы закрыть на данный момент вот эту тему, еще один вопрос. Мне очень часто сейчас говорят потенциальные приемные родители о том, что очень сложно стало взять приемного ребенка. Сложно в каком смысле? Буквально очередь, люди ждут, люди хотят. Ну, очевидно, это объясняет... Я считаю, это показатель. Это показатель, речь, конечно, идет о маленьких детях, понятно, что не о подростках. Но, тем не менее, это действительно так, детей стало вот меньше в этих учреждениях. То есть мы с вами еще раз говорим о подтверждении факта того, что социальное сиротство нам бы очень хотелось, чтобы вообще ушло с территории региона и, соответственно, страны. И эти задачи перед нами стоят как перед законодательной, так и исполнительной властью. И почему вы говорите очередность? Потому что всем хочется взять ребенка 4-5-летнего возраста, а у нас сейчас и задерживаются в этих учреждениях дети подросткового возраста. Конечно, они самые сложные. Конечно, с ними больше нужно усилий применять и в воспитательном плане, и вообще в эмоциональном плане. И страха больше у родителей. И страха больше у родителей. Поэтому мы говорим о том, что есть профессиональные семьи, и приемные, и мы должны с вами признать, что Ассоциация приемных семей, и мы очень благодарны нашим общественникам, которые работают над тем, чтобы больше детей подросткового возраста были переданы так называемой профессиональной семье. Хотя на законодательном уровне профессиональной семье приемной еще не принят закон. Я хочу напомнить нашим зрителям, что сегодня у нас в гостях Марина Седухина, депутат Самарской губернской думы, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике. Мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Если у вас появились вопросы, набирайте, пожалуйста, этот номер, и вы ответ на свой вопрос получите. Марина Геннадьевна, ну, все равно про здравоохранение, конечно, очень хочется поговорить с вами. Вы не новичок не только в депутатской работе, но вы еще и врач, и поэтому на вопросы здравоохранения наверняка можете с разных сторон уже посмотреть. Как вы считаете, какие из этих вопросов самые острые на сегодняшний день, на которые вот могли бы вы со своим комитетом обратить внимание, что нужно в первую очередь нам нормализовать? Вы знаете, несмотря на то, что очень много в последнее время сделано в здравоохранении, вопросов не становится меньше. Но, наверное, отрасль медицины, она всегда самая злободневная, потому что здоровье – это самое главное, что есть у человека. Это первое. Второе. Несомненно, успехи в здравоохранении зависят также и от финансирования. Согласитесь? Но в сегодняшней социально-экономической ситуации, несмотря на то, что такой у нас сложный бюджет, по-другому просто нельзя назвать, он все равно социально ориентированный. Да, в федеральном бюджете на 10% уменьшено финансирование отрасли здравоохранения. Соответственно, это, конечно, сказывается и на региональных бюджетах, потому что мы говорим о программе территориального обязательного медицинского страхования. Но вместе с тем очень важно, вот здесь нужно вектор поменять и ментальность у наших людей. Нужно заботиться о здоровье с молоду. И поэтому одной из приоритетных задач, и я хотела бы сказать, что при нашем комитете по здравоохранению созданы две общественные комиссии, очень важно учитывать мнение общественности и людей, скажем так, которые не работают в этой отрасли, и экспертное мнение. И вот мы будем говорить о профилактике всех заболеваний, мы будем говорить о привитии, скажем так, навыков здорового образа жизни. Это первое. Второе. Пока не перешли ко второму, вот хотел сказать вам, в Москве провели такой эксперимент, там один из медицинских центров, объединяющий, по-моему, пять поликлиник, разослал своим приписанным к поликлинике гражданам, прикрепленным, СМС-сообщение о том, что началась диспансеризация. И, в общем, к удивлению, наверное, тех, кто начал реализацию проекта, две трети тем, кому адресованы были СМС, пришли на обследование. Может быть, нам такой опыт внедрить тоже в Самарской области. Ну, вы знаете, диспансеризация – это обязательная диспансеризация. План диспансеризации расписан по возрастам. То есть в этом году это возрастная категория, в следующем году другая возрастная категория. Ну, мы не знаем, мы идем, нам некогда. Вот о чем мы и говорим. Забота о своем здоровье. Если мы требуем от медицины, то мы должны требовать в первую очередь от себя. Мы знаем, что, во-первых, заболевание легче предупредить, нежели его лечить. Почему мы так относимся к самому дорогому, что есть у каждого человека к своему здоровью? Сейчас многие будут говорить, да, ритм жизни, да, у нас питание. Но я думаю, что если человек понимает, что здоровье для него самое главное, и что здоровый человек, он и для себя-то важен, и, соответственно, для общества, и для всех своих членов семьи, то мы уже вектор отношения к медицине, мы изменяем. Но я думаю, что мы перейдем, если вы говорите, вот, первое, да, хорошо, я услышала по диспансеризации, по практике СМС сообщения, но я вам могу сказать, что я возвращаюсь... Считайте, как это предложение депутату. Возвращаясь буквально вчера домой, то есть у меня также есть сообщение, что вы должны прикрепиться, то есть в процессе своей работы мы забываем даже прикрепиться к той или иной поликлинике на выбор. Ведь у каждого человека есть... То есть вот так у нас работает. Я могу вам сказать, что поликлиническое отделение выполняет свой функционал. Он мне, как человеку, который должен обязательно прикрепиться к поликлинике, напоминает, что вы должны выполнить свои обязательства. Это говорит о том, что и у медицины есть обязательства перед пациентом, и у пациента есть свои обязательства. Второе, конечно, это материально-техническое оснащение наших медицинских учреждений. Мы не можем не признать, что в последнее время построено очень много тот же открытия перинатального центра. Сейчас идет большая работа по открытию клиника сердца. И мы говорим о том, что будут открыты 4 центра по искусственной почке. И мы говорим о том, что еще очень много планов. Но вместе с тем мы видим, что часть поликлиник, часть медицинских учреждений у нас находится, но, если мягко говоря, не в очень удовлетворительном состоянии. И, конечно, обращение жителей, обращение пациентов говорит о том, что этот вопрос, номер даже на один, не два, это приоритетный вопрос. Марина Геннадьевна, если вы не возражаете, прервемся на звонок. Алло, мы слушаем вас. Марина Геннадьевна, добрый вечер. Светлана Григорьевна Кузнецова. Вот хотелось бы узнать, была льгота, ставили на очередь на получение санаторных путевок товарищ ветеран федерального значения. Сейчас это ликвидировали. С чем это связано? Тоже с целью политики? Спасибо большое за звонок. Я думаю, что по санаторно-курортному лечению здесь отдельная тема для сегодняшнего разговора. Мы говорим о... Вернее, вопрос был задан по федеральным льготникам. Санаторно-курортное лечение по федеральным льготникам, это идет через федеральный бюджет. И очередь есть. Я имею в виду, это право осталось. Но только то финансирование, которое выделяется, конечно, оно не хватает, скажем, на всех тех очередников или кому дано это право. Поэтому не могут не записывать, может быть, или человек не понял. Поэтому я приглашаю нашего заявителя, нашего телезрителя, он может прийти к нам в комитет, потому что нужно разбираться. Эта льгота остается. Во всяком случае, оставьте, пожалуйста, нашему координатору ваш номер телефона, и мы отдельно свяжемся. Я прервала вас, простите. Но мы говорили с вами о материально-техническом оснащении наших медицинских учреждений, мы говорили все, какие есть достижения, и то, что нам нужно сделать. При рассмотрении бюджета, буквально один пример, при рассмотрении бюджетов 2017-го и плановые 18-19-й, практически все депутаты, все 50 депутатов, которые представляют тот или иной округ, давали предложение по ремонту поликлинических отделений, по ремонту стационарных учреждений. Это говорит о том, что это есть проблема. И у нас действует на территории региона программа по здравоохранению. Под программой есть как раз материально-техническое оснащение. И я думаю, что те денежные средства, которые мы сейчас имеем, нужно расставить приоритетные. То есть какое количество пациентов обслуживается. Есть ли рядом с этим медицинским учреждением другое медицинское учреждение, которое может взять на себя обязанности обслуживания этих пациентов, если здесь они в должном уровне, буквально по первой детской поликлинике, которая у нас случилась, такой казуистический случай, когда мы не можем обслуживать детей, потому что у нас трещина в фасаде. Представляете, то есть это экстренная ситуация, и очень хорошо Министерство здравоохранения быстро справилось, перераспределило детей, но тем не менее дети и врачи, и дети-пациенты обслуживаются, ну как бы в уплотненном варианте. Естественно, это неправильно, но вместе с тем мы имеем такую ситуацию. То есть пять лет назад приняли это учреждение, какая комиссия работала, то есть кто был подрядчиком, и сейчас эта ситуация исправляется, и она находится у нас на контроле. Я хочу сказать, что это вопрос не простой в сегодняшней социально-экономической ситуации, но он находится, самое главное, на контроле, и денежные средства выделяются в рамках и бюджета, и в рамках программы. Третье направление, которое, наверное, вы сегодня подтвердите, это платная и бесплатная медицина. Конечно же, бесплатную медицину сегодня уже почти никто не считает. Вообще, что это? Но, позволю себе с вами не согласиться, потому что программа обязательного медицинского страхования, она у нас есть. Здесь вопрос, наверное, стоит в том, что смотреть и очень четко распределять те виды услуг, которые идут по программе обязательного медицинского страхования. О чем я имею в виду, что я имею в виду? Нужно смотреть по результатам 2016 года, какая услуга была более востребована у наших жителей. Ее и сделать платной? Нет, нет. То есть на нее перераспределить больше денежных средств в программе обязательного медицинского страхования. То есть вот это аналитический подход, анализ, и что делает Министерство здравоохранения, и когда мы рассматриваем на заседание комитета, мы и говорим о том, что, коллеги, смотрите аналитически и приоритетно эти виды услуг расставлять. Конечно, мы можем, ну, может быть, ошибиться, да? В этом году будет востребована другая услуга. И поэтому здесь очень нужно тонко обязательно смотреть. В течение всего года перераспределять эти средства. А это пересматривается каждый год? Пересматривается. Это на год. Программа на год. Она идет с частью федеральных средств и частью регионального бюджета. Она очень финансово емкая, много денежных средств, но мы ведь понимаем, что, как идет формирование ее? На каждого застрахованного. Почему я вот говорю прикрепление к той или иной поликлинике? То есть на каждого жителя идет выделение денежных средств, определенные суммы, и каждый год она изменяется. Идет с увеличением, но вместе с тем кто-то приходит в поликлинику, а кто-то ни одного раза в течение года не пришел. Значит, эти денежные средства перераспределяются на других людей. Поэтому здесь очень тонкая такая материя, и нужно все время как бы держать руку на пульсе, как я говорю. И вот это есть тот вопрос, который обязательно будет рассматриваться и нашим комитетом, и общественной комиссией. Мы не должны допускать перекоса платной и бесплатной медицины, потому что, к сожалению, к нам идет очень много обращений, что по бесплатному это через три месяца, а по платному вы можете буквально завтра записаться и пройти. Здесь не должно быть лукавства у наших врачей. В первую очередь соблюдение клятвы Гиппократа. Если нужно по состоянию здоровья человека сделать обязательно это обследование, я думаю, ни один врач не рискнет отправить этого человека на платную процедуру или же за оплату. И есть сроки, которые установлены программой медицины, что до 10 дней можно это исследование подождать, или до 14, опять же, от состояния больного. У нас есть еще звонок. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Спасибо вас слышу. Добрый вечер. Здравствуйте. С прошедшим праздничком вас. С крещением, с Новым годом, со всеми праздниками. Спасибо. У меня такое, Марина Георгиевна, вопросик. Больные с сахарным диабетом второго типа нам отменили глазные капли выдавать бесплатно. Спасибо за вопрос. Здесь мы говорим о перечине лекарственного обеспечения, которые идут по льготному нормативу. Я думаю, что здесь тоже нужно будет смотреть только индивидуально, потому что, к сожалению, льготное лекарственное обеспечение предупреждает изменения. Давайте мы посмотрим индивидуально, но эта программа утверждена. Здесь нужно посмотреть эти, к сожалению, не могу к телезрительнице обратиться, потому что имя отчества не назвали. Здесь нужно посмотреть эти глазные капли для чего. или же идет как осложнение сахарного диабета, или же идет по другой программе. Куда ей обратиться? Она координаты, я думаю, оставит, и мы обязательно свяжемся, индивидуально поработаем, потому что здесь я не могу на слух сразу так определить. Оставляйте, пожалуйста, свои телефоны, потому что, возможно, потребуются какие-то дополнительные переговоры. Консультации, переговоры. Консультации, да. Еще один звонок мы слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я хотела бы задать вопрос как депутата. Скажите, пожалуйста, когда реально депутаты обратят внимание на проблем мам-одиночья? 400 рублей нас выплачивают ежемесячно, но и на 400 рублей сейчас приходят квитанции на оплату капитальных, ремонт капитальных услуг в Канглайде. Может быть, как-то задумутся все-таки на проблемы мам-одиночья. Будет меньше брошенных бедов, будет меньше детских домов, детских домов малюток. Если депутаты приходят на экскурсии хотя бы детские дома, в роддомах детские процессы, насколько для них это волнительная проблема. Спасибо. Хороший вопрос. Спасибо, Татьяна, да вы поняли. Я начну, наверное, с ответа Татьяны последней фразы, которую она сказала. Посещает ли детские дома или же центры, как они сейчас называются, помощи детям, сиротам, детям, оставшись без попечения родителей или же родильные дома, где оставляют деток. Могу сказать, что нас радуют цифры, которые идут на уменьшение по оставленным деткам. Очень хорошо, что это количество с каждым годом уменьшается. Это говорит о том, что ответственность у родителей у нас растет. Если раньше это было до 80, до 100 человек оставленных в родильных домах, то сейчас эта цифра в два раза меньше. Это первое. Второе. По мерам социальной поддержки. Абсолютно, Татьяна, задает правильный вопрос. Вы знаете, у нас очень много идет сейчас спора в депутатском корпусе. Мы говорим о том, что меры социальной поддержки должны быть адресны и по критериям нуждаемости. Это болезненный вопрос, потому что кто же откажется от льгот, которые, например, были в соответствии с законодательством четыре-пять лет тому назад были определены и законодательно назначены. И сейчас мы говорим о том, что перераспределить эти денежные средства на ту категорию, к которой относятся, кстати, матери-одиночки, которые больше нуждаются сегодня в этой помощи. И говорит и президент нашей страны, и наш губернатор говорит о том, что ни в коем мере нельзя уменьшать меры социальной поддержки для семей с детьми, то есть переориентировать по критериям нуждаемости и по адресности. О чем я хочу сказать, что сейчас меры социальной поддержки пересматриваются. Уже правительство Самарской области пересмотрели по выплатам и льготам по оплате, вернее, по компенсации за посещение дошкольных образовательных учреждений. Если раньше у нас было просто тысяч, там, полторы, в зависимости от ненуждаемости, а всем там по категориям, то сейчас это по прожиточному минимуму отнесли по прожиточному минимуму именно по критериям нуждаемости. И я думаю, что в ближайшие 2-3 месяца у нас в Самарской губернтской думе будут приняты законодательные акты, которые будут направлены по перераспределению мер социальной поддержки. Я не могу сейчас сказать, что сейчас со мной согласятся за телекраном или пенсионеры, или же категория ветеранов, потому что они скажут, вы не должны нас обижать. Нет. Мы говорим о том, что по критерии нуждаемости и адресности. Марина Геннадьевна, спасибо большое. У нас висит еще один звонок. Если нас телезрители слышат, оставайтесь, пожалуйста, на линии. Попрошу вас сейчас после эфира, может быть, мы переговорим, поскольку человек ждал. А нам остается только попрощаться с нашими зрителями. Спасибо большое. У нас в гостях была Марина Седухина, депутат Самарской губернской думы. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok